Всем привет! Классические социальные сети для малого бизнеса попросту вымерли и остались привилегии только для крупных игроков на рынке. В малом же бизнесе для обычных пользователей соцсети не представляют никакого интереса, только если вы не вкладываетесь в рекламу. Поэтому все искали альтернативы. В прошлом такой альтернативой для заведения была социальная сеть Foursquare, где пользователь, когда он посещал то или иное место заведения, он оставлял метки, чекины и писал краткий отзыв. Но, к сожалению, данная соцсеть потеряла свою популярность и сейчас практически никто не пользуется. Однако все хорошее не забывается, а всего лишь трансформируется. Сейчас любой поисковый запрос в Google с названием, упоминанием города или же со словами рядом со мной будет выводить вам особый блок. Эти блоки будут отображаться либо же с правой стороны сбоку, либо же с левой стороны в ряд внизу. Особенность того, какой блок будет выводиться, зависит только от того, сколько заведений по вашему запросу может быть показано. Если это всего лишь одно заведение, тогда блок будет с правой стороны. Если же несколько заведений, тогда вы увидите этот блок с левой стороны в ряд снизу. Поэтому сейчас многие компании начали развивать оптимизацию своих заведений именно в Google-картах и применяют для этого несколько стратегий. Меня зовут Алена Полюхович и сегодня мы с вами поговорим как раз таки об одном из методов, это оптимизация самой карточки. Второй метод это привлечение отзывов, а также привлечение посещения вашей карточки вашими пользователями. Ну и конечно же существуют другие методы, о которых мы поговорим в наших последующих роликах, поэтому не забудьте подписаться на наш канал и конечно же следите за уведомлениями. Ну что ж, начинаем мы с вами с входа естественно в Google мой бизнес, вот так выглядит интерфейс, прокручиваем вниз, здесь выбираем нашу страну и соответственно язык, на котором у нас будет аккаунт и нажимаем начать. Добавить компанию в Google, нажимаем, прописываем название нашей компании и выбираем создать компанию с таким названием. После этого следующее поле это вид деятельности, который мы должны прописать, чем занимается наша компания. Если мы не уверены конкретно в том, чем мы занимаемся, то есть, например, я хочу, чтобы это было кафе кондитерское, да, или пишу кондитерское, да, видите, здесь есть кондитерское, кондитерский магазин, кафе кондитерское, японское кондитерское, свадебное кондитерское и так далее. Допустим, вы пиццерия, да, но вы готовите не только пиццу, скажем так, у вас есть еще какие-то блюда. Очень важно в таком случае посмотреть ваших топовых конкурентов, как позиционируют себя они. Допустим, вот здесь мы видим, что этот ресторан позиционирует себя, как ресторан итальянской кухни, пусть даже он и готовит пиццы, к примеру, да. Почему важно на это обращать внимание и добавлять такую же материнскую категорию, как и ваши конкуренты? Да потому что вы будете тогда показываться с ними в одном поле и конкурировать. Потому что если вы, например, выберете просто пиццерия, да, несмотря на то, что вы там делаете какие-то другие блюда, да, таким образом вы не будете конкурировать, допустим, с вот этим рестораном, который позиционирует себя, как ресторан итальянской кухни, да. Вы будете конкурировать с другими видами бизнеса, которые выбрали такую же материнскую категорию. Поэтому обязательно тщательно продумывайте этот момент. Допустим, мы выбираем кафе кондитерское и нажимаем далее. Так, следующее поле, это, собственно, оно предлагает нам выбрать адрес нашего офиса, место, куда может прийти наш клиент. Есть оно у нас или нет. Если мы выбираем да, нажимаем далее, оно предложит нам заполнить, собственно, наш адрес, где мы выбираем страну, адрес, город, область и индекс. Очень важно заполнить абсолютно все поля, включая тот же индекс и заполнить именно реальный ваш адрес. Если же мы, допустим, у нас нет адреса, да, мы выбираем нет, нажимаем далее и мы видим, что для компаний с определенным видом деятельности, то есть в данном случае это кафе, ресторан и так далее, должен быть филиал для обслуживания клиентов. Но если мы выберем, например, что у нас вид деятельности, допустим, не кафе кондитерское, а, я не знаю, выездной парикмахер, к примеру, у которого не может быть физического адреса, да, и мы выбираем нет адреса, в таком случае нам предложится поле, где мы просто указываем район обслуживания, да, и в таком случае у нас будет одна компания, которая сразу работает и обслуживает несколько городов. То есть нам не нужно будет подгружать в дальнейшем несколько филиалов. Допустим, если у вас кафе, да, и у вас их целая сеть, у вас есть несколько филиалов кафе, в таком случае вам придется создавать одну организацию и потом по шаблону подгружать остальные филиалы. Ну, допустим, в данном случае мы выбираем просто районы, которые мы обслуживаем. Допустим, это там Москва, там Питер, там, не знаю, Ростов, к примеру. Видите, вот здесь выбираем просто все города. И если мы, кстати, не выберем адрес, да, допустим, как у выездного парикмахера, то вот здесь вот в гугл-картах мы показываться не будем. Ну, допустим, мы прописываем наш адрес, да, полностью все заполняем, как я сказала, важно очень и индекс заполнить, нажимаем Далее, и нам открывается вот такая карта, где нас попросят указать именно точку на карте. Ну, допустим, я, вы можете ее сюда вот здесь приближать, да, допустим, переносите, да, и нажимаете Далее. Далее вас спросят, обслуживаете ли вы клиентов по другим адресам, то есть вы оказываете какие-либо выездные услуги или же осуществляете доставку, и если да, то вас попросят указать территорию обслуживания. Вы можете найти и выбрать вашу территорию, например, Киевский, например, район Одесской области, к примеру, да, и перечислить все те адреса, все те районы, куда вы либо выезжаете, либо осуществляете доставку, и нажимаете, естественно, Далее. Так, дальше, какую контактную информацию вы хотите показывать клиенту? Значит, нас попросят ввести номер телефона, допустим, да, и дальше нам нужно вставить наш сайт, если он у нас есть. Если же у нас нет сайта или мы не хотим его вставить, мы ставим галочку «Мне не нужен сайт». Что будет в таком случае? В таком случае, вот в этом поле, как вы видите, вот всегда есть кнопка «Сайт». Если же вы не вставите ее, то сайта просто нет. То есть, допустим, я введу запрос «Парикмахерская». Так, и вот, к примеру, да, какая-то парикмахерская, у нее просто нет сайта, то есть нет такой кнопки. Есть маршрут, вызов сохранить, но сайта нет. То же самое будет и у вас, если вы не добавите сайт. Далее нам еще даже предлагают создать бесплатный сайт на основе представленной информации. Есть такая даже возможность. И нажимаем «Далее». Ну и после этого, конечно же, вам необходимо будет подтвердить, что эта компания принадлежит именно вам. И вы можете здесь, есть у вас несколько способов для подтверждения. Отправка кода почтой, то есть вы получите именно физическую открытку с кодом именно на реальный почтовый адрес. Это займет у нас до 13 дней. Вот на этот адрес, который вы, собственно, указали и прописали для своей организации, указываете контактное лицо. Либо же, есть другой вариант, вы можете вносить изменения, но пользователи увидят их только после того, как вы подтвердите данные о компании. То есть вы можете для начала внести все изменения, полностью заполнить эту карточку организации и потом вернуться к пункту, чтобы подтвердить вашу организацию, что она действительно существует и действительно принадлежит вам. Так, добавьте описание. Значит, нам дается 750 символов. Тут важно качественно написать описание о нашей компании, не слишком водянистое, при этом давая основную информацию и перечисляя наши какие-то основные преимущества, услуги. Допустим, вот ресторан Риф, да, вот здесь есть описание, где самое главное написано, что у нас есть фирменные там вечеринки, живые выступления. Вот здесь вот перечислено, что какие есть залы, да, там коктейль, холл, вип-залл, открытые террасы, есть детская комната с квалифицированными нянями, да. Также написано, что средиземноморская и паназиатская кухня, авторские десерты и так далее. То есть самая важная и основная информация, она здесь включена. Ну и, конечно, вы используете ключевые слова. И нажимаем далее. И дальше нам предлагается добавить фотографии нашей компании. Выбираем добавить фото. Там дается как бы пример. Дальше вы также сможете продолжить редактировать фото. Ну, на первом этапе. Так, например, выбираете фото. Открыть. Дальше после того, как вы загрузите на этом этапе, вам откроется более полное меню. Ну и там вы уже неспосредственно сможете редактировать фотографии, добавлять новые, какие-то удалять. Получатся новые подразделы, допустим. Вы загрузили фото и нажимаете далее. Вам предлагается продвигать свою компанию при помощи Google рекламы. Если вы этого еще не делали, можете получить бонус, либо же пока временно это пропустить. Итак, профиль компании у нас почти заполнен. Нажимаем продолжить. И мы переходим в наше Current Cafe, в главную менюшку, где, собственно, мы можем уже работать более расширенно с этой карточкой. То есть, что мы тут можем сделать? Здесь мы можем как раз скачать то самое приложение для мобильных устройств, для того, чтобы получать сообщения от клиентов, получать уведомления об отзывах и так далее. Также здесь мы можем получить бонус на рекламу, просмотреть отзывы, и мы можем получить собственный домен электронной почты. Если мы сюда перейдем, он стоит денег, конечно, но сделать это можно именно здесь. То есть, получить доменную почту с названием вашей организации. Тут же вы можете добавить менеджера, который будет также ввести карточку вашей организации. То есть, вот здесь вот это поле отправить приглашение, да, или же вот здесь внизу поле пользователей. Либо здесь, либо здесь выбирайте, и можете добавить еще человека, менеджера, который будет следить, заниматься вашей карточкой. Итак, далее, что мы еще можем сделать? Мы можем переместиться с вами в блок фотографии, да, и мы увидим, что нам здесь открывается очень много рубрик. Здесь мы можем добавить видео, интерьер, фасад, продукты питания, коллектив, логотип и обложку. Ну, допустим, коллектив. Выбираем фотографию. Какую мы хотим. Все эти рубрики очень сильно зависят от ниши. То есть, если вы, например, там парикмахерская на выезде, то у вас будет доступно меньше вот этих вот рубрик с фотографиями, да. Если же вы там пиццерия или кафе, да, или стоматология или еще что-то, у вас будут другие рубрики вот здесь. Так, допустим, фасад тоже можно выбрать фотографию нашего фасада. Все зависит от ниши. Также, что там, интерьерчик можем выбрать. Выбираем. Какой-нибудь интерьер. Продукты питания, напитки тоже можете выбрать. Меню можно тоже выбрать. Так, логотип выбираем. Здесь всегда можно почитать в Google справки непосредственно о нем, о том, какие размеры должны быть. Подгоняем. Добавляем логотип. И обложка, то есть она будет показываться вместе с данными о вашей компании. Допустим, вот здесь, да. Когда мы выбираем что-то, первое, что мы видим, это как раз-таки и есть наша обложка. Выбираем какую-нибудь миленькую, симпатичную обложечку. И здесь мы можем потом сортировать по тому, что хотим. Так. И переходим дальше. Также на главной странице мы можем поменять с вами часы работы, если они у вас изменились, и клиенты это увидят. То есть мы переходим сюда. И здесь вот видите часы работы. И, например, в воскресенье я там больше не закрыто, да, работаю круглосуточно, да, и нажимаю применить, к примеру. И пользователь, не волнуйтесь, это увидит. Также вы можете добавить измененный график, например, на день независимости Украины. Ну, конечно, если вы действительно в эти какие-то даты или дни работаете по измененному графику, да, там нажимаем подтвердить, и, допустим, мы работаем круглосуточно. Применить. То есть если какие-то есть праздники, да, или какие-то особые даты, в которые вы работаете не так, как обычно, вы либо вообще не работаете, или работаете круглосуточно, либо работаете меньшее количество часов, вы всегда можете зайти сюда и добавить эту дату, и добавить корректное время работы именно в эту дату, чтобы пользователи видели актуальную информацию. Также здесь можно поменять территорию обслуживания, которую мы уже с вами ранее выбирали в самом начале, адрес, категорию, можно, основной вид у нас, допустим, кафе-кондитерское, да, но мы с вами можем добавить сопутствующую категорию. Например, это у нас кондитерский магазин, да, если мы что-то еще продаем. Допустим, у нас французская кондитерская, да, и, допустим, мы делаем какие-то заказы, принимаем на свадьбу непосредственно, да, то мы добавим здесь свадебное кондитерское. И нажимаем применить. Также мы можем переименовать нашу компанию, если, допустим, она у нас вчера была под одним названием, а сегодня под другим, или изменился у нас адрес, или же изменилась территория обслуживания, номер телефона также можно, основной наш, поменять. Также обращаю ваше внимание на то, что вот здесь, с правой стороны, в расширенных сведениях, есть номер телефона для расширения адреса в Google рекламе. То есть здесь вы указываете тот номер телефона, именно конкретного, допустим, филиала, который будет отображаться в той самой Google рекламе. То есть с левой стороны вот это наш общий номер телефона, то есть общий номер телефона всей нашей компании, организации. Он один. А здесь вы добавляете номер телефона конкретного филиала, допустим, на который вы настраиваете рекламу. Допустим, здесь может быть номер телефона конкретно доставки, к примеру. Также вы здесь можете о компании добавить атрибуты, то есть, например, заявлено, что руководитель женщина, допустим, это, ну, как пример, вы можете найти что-то свое. Нажимаете применить. Для людей с ограниченными возможностями, там есть у вас места, там парковка, вход оборудованный, туалет, выбираете. Далее, оплата. Значит, либо у вас там, например, только наличные, тогда вы ставите эту галочку. Или же нет. Предлагаемые варианты тоже смотрим. Тут, допустим, у нас есть бесконтактная доставка, например, доставка, еда в заведении, на вынос, терраса. То есть выбирайте все, что вам подходит. Чем больше вы добавите всех значений, которые вам подходят, тем лучше пользователь будет видеть расширенную вашу карточку. Так, и, естественно, здесь вы можете отредактировать свое описание, которое вы вначале в самом делали, и можете указать дату своего открытия. Там, например, 1995 год, например, март, к примеру, 10 марта. Примените. То есть оно будет писать, с какого года вы работаете. Также с правой стороны вы можете удалить данные. Например, ваша карточка существовала, да, там, какое-то время, и больше вам она не нужна. Либо же, если ваша компания закрылась, вы можете отметить компанию, как закрытую навсегда. Ярлыки нужны для того, чтобы, как в Google рекламах, как теги, как метки, чтобы легко и быстро находить между вашими филиалами вашей компании. Также очень важно в этом поле услуги, или же с левой стороны, вот здесь, неважно, где это добавить услуги. Вы можете, то есть для каждой услуги, сделать под услугу. Допустим, я напишу свадебные торты. Сохраняю. Почему это важно? Потому что в каждой услуге, где я прописываю под услугу, я могу ее оптимизировать, то есть я могу выбрать цену, например, вот 500 гривен, и могу сделать описание. Сохраняю, естественно. И с точки зрения семантики, этот блок можно очень хорошо оптимизировать, потому что Google поисковик по ключевым запросам будет это искать, и, соответственно, будет показывать вас, и вы можете прекрасно ловить трафики потенциальных клиентов именно с Google карт, именно с Google бизнеса. То есть вот здесь вы добавляете другой вид деятельности, перечисляете, да, и, кстати, в зависимости от категории, возможно, вам даже будут подсказки, то есть, допустим, я нажимаю добавить услугу, свадебная, кондитерская, и мне здесь сразу оно дает подсказку, дам десерты, доставка, консультирование по дизайну. Если же ничего мне из этого не подходит, и нет того, что я хочу, допустим, конкретно свадебные торты, как я прописала, тогда я нажимаю добавить собственную услугу, и прописываю ее. И вот она у меня здесь появляется. Поэтому очень важно, уделяйте особое внимание этому полю, не игнорируйте его, прописывайте все свои дополнительные услуги, подуслуги, для того, чтобы их хорошо оптимизировать. И, конечно, описание здесь нужно продумывать, подходить с умом, потому что вот здесь, конечно, колоссальную роль играют как раз-таки эти ключевые слова, два семантика, по которым вас будут находить и искать. Также очень важное поле, это то, что у вас есть сайт, который вот так вот открывается, он очень простой, и он конструируется из того, что вы загрузили из ваших фото, из вашего логотипа, из всех ваших сведений, которые вы добавили. И вы можете посмотреть, как он выглядит. То есть мы можем узнать цену, вот такая у нас обложка, галерея, то есть все фотографии, которые мы загрузили, карта подтягивается, адрес, можем проложить маршрут, контакты позвонить, часы работы. Вот здесь, если мы нажмем узнать цену, то мы должны будем ввести наше имя, номер телефона, адрес электронной почты и отправить сообщение. Либо же мы можем позвонить, естественно, либо же проложить маршрут, нас перекинет на Google карты. Если же нам не нравится, как выглядит наш сайт, как он получился на основе того, что мы загрузили, то это не беда. Мы можем всегда вернуться и нажать на кнопочку «Изменить сайт» или же перейти вот здесь, в поле «Сайт», в принципе, будет то же самое. Нажимаем «Изменить свой сайт», нажимаем «Начать». Мы можем выбрать тему сайта, то есть нам здесь все подсказывает. Например, вот здесь есть разные шрифты. Окей, допустим, выбираем нужную нам тему, представьте компанию, чем вы занимаетесь. Так, кафе-кондитерское, узнать цену, то есть кнопка «Узнать цену», позвонить, связаться, то есть вы здесь выбираете то, что вам больше подходит. Допустим, позвонить. Текст можете поменять, название вашего кафе, описание, изменить, либо же добавить. Здесь, естественно, вы можете поиграться с шрифтами, допустим, выбрать жирненький или курсивчик, ну, то есть по какой стороне и как оно будет располагаться. Так, после этого вы можете здесь также добавить фотографии другие, например, не те, которые уже здесь есть. и у нас в настройках еще мы можем выбрать адрес нашего сайта, то есть мы можем его изменить, сделать более каким-то коротким, более лаконичным. И также мы можем изменить здесь язык нашего сайта, посмотреть и получить какие-то советы по привлечению клиентов или же создать рекламу в Google рекламе нам также здесь предлагается. И мы смотрим, что у нас здесь еще имеется на сайте, что бы мы хотели добавить, как он выглядит. То есть, допустим, нам предлагается создать первую запись. Ее мы можем создать и не в этом поле, а на главной странице, то есть в публикациях. Перейти в публикации. И вот здесь мы можем тоже создать нашу первую запись. И в этой первой записи мы можем, у нас открывается несколько вариантов, то есть мы можем что-то связанное с COVID-19, если у нас там какие-то произошли изменения написать. Какая-то у нас там акция появилась, то есть мы можем добавить фотографию, например. Давайте возьмем какой-нибудь вкусный вишневый пирог. Откроем. Название акции там. скидка 50% на вишневый пирог по воскресеньям. Добавить время можем. Например, начало нашей акции стартует там с 19-го числа с 11-ти утра и заканчивается, допустим, 23-го числа. Там, 23-0-0. Если нужно добавить какую-то еще информацию о той же акции, например, код купона там. Добавляем. Или условия использования или еще что-то. Ну, то есть здесь все зависит от того, что у вас за акцией, что вы хотите рассказать клиентам. И нажимаем опубликовать. И у вас будет опубликована новость и вот так будет выглядеть она. Вы можете поделиться этой новостью, этой записью в своих соцсетях, например, или же скопировать ссылку и переслать кому-то на эту новость. Ну, и, естественно, вы можете посмотреть, как это будет выглядеть на сайте. То есть открываете сайт и смотрите уже непосредственно на полноразмерном экране, как выглядит ваш сайт с вашими всеми вправками. Вот здесь видите поле новости и появилась прекрасная наша запись со скидкой на вишневый пирог. Здесь также вы можете поделиться своим сайтом точно так же в соцсетях по электронной почте или же просто скопировать ссылку на ваш сайт или же вообще изменить ссылку на ваш сайт. Точно так же в этом поле. Таким образом, на главное, у вас просто компактное меню, которое с левой стороны у нас развернуто. Итак, резюмируем. Здесь мы можем просто быстро окинуть взглядом, посмотреть, что нам предлагается. С левой стороны то же самое. Публикация, то есть, опять же, где мы добавляем наши акции, либо какие-то новости, либо же какие-то мероприятия. Все это добавляется здесь. Легко, просто, в принципе, подсказки все вылетают. Сведения. Это те самые сведения о нашей компании, которую мы уже с вами сделали, то есть, где мы можем переименовать нашу компанию, выбрать какие-то дополнительные категории для нее, время работы, адрес и так далее. Сайт наш, то есть, быстро самые основные сведения сделать. Меню. Естественно, я выбрала кафе-кондитерское, поэтому мне предлагается добавить фото моего меню, добавить разделы меню, позицию, цену и так далее. Естественно, если у вас, например, это не кафе, не ресторан, а выездной парикмахер, то у вас такого функции меню не будет, у вас будет что-то свое. Здесь эти поля также зависят от того, какой тип бизнеса у вас, чем вы занимаетесь. Точно так же заказ еды, которого у вас не будет, если вы занимаетесь не доставкой еды, не чем-то связанным с едой. Отзывы. Здесь появляются, естественно, отзывы ваших клиентов о вас, так как мы только создали компанию, у нас ее пока нет. Ну и, конечно же, нам непосредственно нужно будет подтвердить все данные в нашей компании, что она существует, что она наша, прежде чем вообще появилась возможность отзывов, сообщений и так далее, прежде чем она появилась на Google карте. Здесь вот сообщения клиентов, собственно, если мы оставили вот эту вот функцию получать сообщения, фотографии, которые мы можем заполнять, менять, то есть здесь мы смотрим, какие у нас появляются разделы, смотрим наши фотографии, мы выбрали, что это обложка, это логотип, можем менять, удалять, добавлять в этом поле, в поле услуги, о котором мы уже с вами поговорили, что у каждой услуги мы добавляем под услугу и прописываем ее описание, цену и так далее. Собственно, наш сайт, который мы можем редактировать или же перейти на него, и пользователи, где мы даем доступ кому-то, кому хотим, чтобы кто-то еще занимался нашей карточкой. Если мы нажмем создать объявление, то создастся первая наша компания, Google компания, та самая обычная, базовая, умная компания. Можем также получить специальный аккаунт Gmail, о котором я уже говорила. Если мы нажмем добавить компанию, то мы просто создадим еще одну дополнительную компанию. Естественно, мы можем посмотреть все наши компании, можем пройти проверку нашей компании. Связь с объявлениями это мы можем дать доступ непосредственно в Google мой бизнес связать с нашим Google AdWords, что очень важно, если мы собираемся настраивать рекламную компанию. Ну и тут базовые настройки, то есть ставим галочки то, что нас интересует, то, что нам важно, какие оповещения мы хотим получить, какие оповещения мы получать не хотим. То есть здесь максимально просто. То есть сделаю еще раз вам маленькую такую ремарку, что в публикациях вы должны в поле публикации работать как соцсетью. То есть здесь вы, кстати, можете добавить даже мероприятия, например, если вы проводите какой-то вебинар и так далее. То есть обязательно тщательно подбирайте фотографии, которые вы хотите. Обязательно прописывайте дату начала, дату окончания, название, информацию, если какая-то еще дополнительная нужна. И обязательно не забывайте выбирать вот эти вот кнопки забронировать, заказать, купить, подробнее зарегистрироваться и так далее. То есть представьте, что вот это полис публикации это как мини такая соцсеть, где вы публикуете актуальную информацию на сегодняшний день для ваших клиентов. Ну и если у вас уже есть подтвержденная карточка, сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит она. То есть вот вы видите, здесь у нас уже появляются и товары, то есть мы можем их увидеть, да, и услуги, хотя такого поля, когда я создавала с нуля, да, про кафе у меня еще не было. Если я хочу, вот как это выглядит, вот с этой стороны, видите, товары, вот они вот здесь вот так вот будут показываться, да, поиск по категориям вот здесь вот тоже будет выводиться или, допустим, как здесь есть у нас еще также посещаемость, то есть мы видим, какая загруженность, в какой период времени. Также здесь отзывы есть, поиск тоже по категориям и еще иногда выводят услуги. Если вы уже подтвердили вашу компанию, вашу карточку, она уже активно работает, показывается и вы получили уже какие-то отзывы, какие-то комментарии, то выглядеть это поле будет так. В принципе, логика здесь простая и похожа чем-то на YouTube, да, когда вы смотрите свои комментарии. Вы видите тут все комментарии, видите комментарии по фильтру с ответом, то есть, где вы ответили на комментарий, либо же комментарии, которые остались пока что без вашего ответа. Ну и, конечно, вы можете здесь отфильтровать их по дате, по оценкам сначала высокие или же по оценкам сначала низкие. И также вы можете пожаловаться на комментарий, если вы считаете, что комментарий что-то нарушает, да, и что неточный, там, или используется какая-то нецензурная лексика и так далее. так, продолжаем с вами дальше, если ваша карточка уже работала, у вас появляется поле статистика, где вы можете кратко, быстренько посмотреть вашу статистику, то есть, выбрать интересующую вас дату, то есть, за неделю, за месяц или же за квартал. И первое, что это, как находят вашу компанию, то есть, прямые запросы, это именно, насколько популярен ваш бренд, то есть, как ищут именно вас по вашему названию, то есть, у нас, допустим, SEO Quick, то есть, мы видим проценты. Далее, поиск по категории, то есть, это, насколько оптимизирована вообще ваша категория, насколько хорошо, какой трафик вы получаете с нее, то есть, SEO продвижение, например, да, типа, или продвижение сайта, там, настройка рекламы, контекстной рекламы и так далее. И вы видите, сколько вы можете получить именно трафика просто через Google карточки, то есть, вы, когда смотрите на эти сведения, вы сразу понимаете, почему так важно зарегистрироваться в Google мой бизнес и ввести карточку организации, потому что вы получаете там, прилагая, так скажем, минимум усилий и затрат, максимальное количество трафик. Ну, и поиск бренда, то есть, это, как клиенты искали другие бренды, то есть, не название вашего бренда, а ваших конкурентов, и сколько раз в ответ на это показывалась ваша карточка организации. Далее, вы также можете посмотреть, как находят вашу компанию, в каких сервисах, чаще сравнить между собой, в Google поиске или же в Google картах, и также вы можете поставить фильтр неделя, месяц или же квартал. Далее, вы можете посмотреть действия ваших пользователей, какие клиенты совершают чаще всего, снова выбирая фильтр неделя, месяц или квартал, то есть, что они чаще делают, открывают ваш сайт или прокладывают маршруты, звонят вам или же отправляют сообщения. Ну, то есть, мы видим, что, допустим, в нашем случае Google карты, именно прокладывание маршрутов, нам особо трафика никакого не дает, у нас чаще открывают именно сайт. Запросы маршрутов, откуда клиенты прокладывают маршрут к вашей компании, то есть, это Украина или там регион любой, страна, город и так далее. Сколько и когда вам как часто звонят клиенты, вы можете отследить и также просмотр фото, сколько раз пользователи просматривают фотографии вашей компании и других организаций, то есть, компаний, похожих на вашу. Можете посмотреть статистику, то есть, например, наши фотографии просматривают на 125% чаще, чем снимки аналогичных компаний. Здесь же мы увидим количество фотографий на нашей странице, фото от клиентов и непосредственно наши фотографии. Ну, естественно, все зависит от вашего типа бизнеса, здесь будут абсолютно разные показатели, разные колонки, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. То есть, например, если у вас центр стоматологии, то, конечно, у вас здесь совсем будет другая картина, вы ее увидите совсем по-другому, но основную статистику вы можете просмотреть в этом поле. Ну и, конечно, если ваша карточка уже работает, то в сведениях вы можете непосредственно именно в самом поиске или на картах посмотреть, как она выглядит. То есть, если мы перейдем, то вот оно покажется, как оно выглядит у нас, что у нас тут заполнено, что у нас тут есть, и вот с этой стороны оно предложит нам сразу же тоже изменить профиль, продвижение клиента, добавить фото снаружи, указать актуальную информацию, добавить новость, то есть, можем непосредственно в этом поле уже работать и покажет, как оно выглядит у нас на Google картах, наша карточка. То есть, это если карточка, напоминаю еще раз, подтвержденная и уже работает. Если мы не подтвердим, то мы не будем показываться ни в поиске, ни на Google картах. И еще такой один важный момент, то есть, мы не просто можем удалить данные или отметить компанию, как закрытую навсегда, как это предлагалось нам, как вы видели в самом начале ролика, когда я только создавала компанию. Есть еще вариант отметить компанию, как закрытую временно. Допустим, у вас сейчас ремонт, и пока что временно вы там какой-то месяц не работаете и не принимаете, да, то есть, никуда ваша точка на Google карте не денется, просто будет отметка, что временно не работает, временно закрыто. Поэтому обращайте тоже на это внимание. Также далее вам потребуется указать часы вашей работы, то есть, когда вы конкретно работаете, допустим, в понедельник я работаю либо круглосуточно, либо в какое-то конкретное время, там с 9 до 11, да, а в воскресенье, например, я закрыта и не работаю, да, вот здесь с помощью ползунка вы можете выбрать любое время, открытие и закрытие, и нажимаете далее. Дальше вы тоже сможем все это изменить, все это подкорректировать. И открывается нам поле, это обмен сообщениями. Далеко не все компании настраивают обмен сообщениями, вы можете поставить галочку принимать сообщения, либо же не настраивать себе это поле, да, либо же пропустить и двигаться дальше. Что такое сообщение? Ну, допустим, вот я выбираю косметолог Одесса, да, вижу расширенную карточку, и вот здесь вот я могу отправить сообщение на телефон. Если для вас это подходит, для вашего типа бизнеса это важно, то вы настраиваете эту функцию обмен сообщениями, чтобы пользователи бесплатно могли отправлять вам сообщение через профиль вашей компании в Google. Ну, что ж, теперь вы имеете четкое представление о том, что такое Google мой бизнес, как он настраивается, какой у него функционал, и я думаю, что вы видите, что использование этого в целом бесплатного инструмента это не просто хорошая идея, это необходимость для местного маркетинга. Поэтому, если вы еще не сделали Google мой бизнес, не зарегистрировали в нем карточку, то начните это делать прямо сейчас, для того, чтобы затмить своих конкурентов и привлечь больше клиентов на ваш сайт. Ну, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, напишите, что бы вы хотели видеть более подробно в следующем ролике. и, конечно же, не забывайте вступать в нашу телеграм-группу, подписываться на наш инстаграм-аккаунт и прослушивать наши аудиоподкасты, пока вы едете на работу. До новых встреч и хороших вам продаж!